Хэй-хэй-хэй! Добро пожаловать на канал Люцейка, меня зовут Богдан, и когда же мы получим бесплатные вещи в Роблокс в новой восьмой Блоксис? Я сейчас перевожу эту страничку на русский язык и читаю, 27 марта в субботу в 12.00 по Тихоокеанскому времени будут нам бесплатные вещи! Но что же такое 12.00 по Тихоокеанскому времени? Чёрти что, сбоку бантик, вот что это за время! На самом деле, я вам дам ссылочку, и вот здесь написано, до начала Блоксис 8 дней, потом 20 часов 2 минуты, и сейчас 30 секунд! То есть вот по этой страничке надо будет ориентироваться, потому что в каждой стране по-разному вот это Тихоокеанское время, но по этой страничке вы сразу же перейдёте в нужное время, и мы получим бесплатные вещи! А сейчас я спускаюсь вниз и читаю, Блоксис, это значит будет номинанты, номинанты на премию! Мы с гордостью отмечаем самые выдающиеся творческие и технические достижения Роблокс, а также самых выдающихся участников сообщества в 2020 году! Первая номинация «Самый захватывающий опыт», и вот эти 4 сейчас внизу игры, это претенденты на эту номинацию! Следующая номинация «Самая обучающая игра», и вот 4 игры из этих всех игр, я только шахматы знаю! Следующая номинация «Лучшее живое мероприятие», это лучший ивент, я думаю, из этих всех 4 игр, это будет RB Battles! Я думаю, именно ивент RB Battles займёт первое место в этом году! Следующая номинация «Самая лучшая игра года», «Пигги» номинация здесь идёт! World Zero, Adobe, и четвёртую игру, я не знаю эту игру, к сожалению, и эти 4 игры идут в номинации на «Самую лучшую игру года». Вот внизу ещё следующие 4 номинанта, следующая номинация – это «Лучший трейлер игры». «Лучший трейлер игры», опять-таки 4 игры, дальше «Лучшее видео года» про Роблокс, дальше «Лучший создатель видеоконтента», Дальше «Создатель года», дальше номинация идёт «Мобильная игра года», и в мобильной игре опять-таки «Пигги», «Пигги» уже во второй номинации участвуют, представляете, как популярная игра была в 2020 году? «Игра года для Иксбокса», опять-таки «Пигги» для Иксбокса лучшая будет, может быть, в этом году! И вот самая интересная номинация – это «Лучшая витрина». «Лучшая витрина» – это значит «Самая красивая игра». Смотрите, в этой номинации 4 игры, и какая же из них будет самая красивая по графике? Я нажимаю на первую игру, игра называется «После жизни». Давайте зайдём, посмотрим, что же это за игра. Вот начало, и что я вижу? Я вижу какое-то разрушенное всё здесь, солнышко встаёт, какая-то здесь мрачная такая обстановка. Мне даже немножко на Чернобыль напоминает эта игра, потому что, смотрите, военные какие-то машины стоят, какие-то химикаты, машины затопленные, ржавые. То есть город умер. А какой у нас город умер? Это Чернобыль. После этой радиации там просто не осталось людей. Там мёртвый город. Итак, давайте посмотрим, что дальше будет. А дальше я появился в этой игре, и написано «10 лет спустя». «10 лет спустя чего?» Наверное, «10 лет спустя» чернобыльской, так сказать, трагедии этих радиаций. Но это, наверное, не Чернобыль, потому что здесь полицейские машины, да, а полицейских машинок не было в Чернобыле. Идём дальше, смотрим, что будет дальше интересного. Травка зеленеет. Бабочки, кстати, летали. Вот здесь вот машины купаются. Ладно, дальше идём. Что будет дальше интересно? Так, какая-то такая музыка грустная здесь идёт. Людей? Я не вижу людей. Где люди? Куда они пропали? Здесь какая-то катастрофа была. И впереди я вижу вход в здание. Я сейчас зайду в это здание. Там огни какие-то горят. И точно, смотрите, всё заросло здесь. Я достаю сейчас свой фонарик. И с фонариком, я думаю, здесь будет интересней. Сейчас я иду вглубь этого здания. И я вижу впереди стол, а на столе какие-то продукты, да. Сейчас я выключу фонарик, сяду и посмотрю, что же это такое. Кажется, это чипсы. Точно, смотрите, я чипсы нашёл. Чипсы, кстати, известной фирмы. Не буду их рекламировать. А сейчас я возьму Блоксиколу. Блоксикола тоже можно взять. Можно попить. Короче, можно здесь отдохнуть. Отдохнул я, взял фонарик и иду исследовать дальше это здание. Интересно, что здесь такого красивого? Кстати, я сейчас показываю вот эти четыре игры. И по моим субъективным ощущениям, вот эта игра по красоте занимает четвёртое место. Дальше я вам покажу третью, потом второе место в этой номинации, которой я присуждаю. И первое место это та игра, которая мне больше всего понравилась. А сейчас я здесь куда-то зашёл, свечу фонариком. Здесь я смотрю, там можно, кажется, пролезть вот в эту дырку, потому что здесь написано не заходить. А я всё-таки зайду. Зайду, я не побоюсь. И пойду дальше, посмотрю, что же там дальше. А дальше, кажется, ещё один проход в деревянных досточках. Я сейчас внутрь залажу сюда. Я смотрю, там вот на ступеньку можно вверх подняться и перепрыгнуть. Тоже можно побродить. А впереди я вижу красные светящиеся глаза. Смотрите, вон, они двигаются. Кто там? Кто здесь за этими решётками? Смотрите, чёрные как будто зомбаки находятся. Да? Это что? Какие-то опыты здесь проводятся над людьми? Или может быть даже собачка там? Я даже не вижу, кто там внизу. О, бейджик появился. Смотрите, бейджик. Я подошёл сюда, наверное, нашёл какое-то тайное здесь вот место. И мне дали бейджик. И так, смотрю, там даже один человек дальше сидит. И я туда могу зайти? Нет. Я нажимаю на ручку, но дверь не открывается. О, кто-то уже начинает кричать. Ладно, жуткое место. Всё, я убираюсь с этой игры. И буду сейчас показывать вторую игру. Вторая игра, смотрите, это домик в поле. А сзади домика горы. Игра называется Тоторо. И в описании написано. Добро пожаловать в Тоторо. Небольшой японский домик в глубине сельской местности. И что же это за домик? Сейчас я зайду в эту игру и посмотрю. И вот этот домик впереди. Здесь речка, мостик. Я перебежал по этому мостику и бежу в этот домик. Больше ничего, кроме этого домика, на этой карте нет. Интересно, что же здесь красивого в этом домике? Почему Роблокс эту игру внёс в эту номинацию? Здесь с правой стороны стоит что? Водокачка? Воду качать? Точно. Наподобие колодеза. Сейчас захожу в дом. И что я здесь вижу? Я здесь вижу вторую водокачку. Спрашивается, зачем две водокачки? Одна дома, вторая на улице. Дальше захожу. Здесь что? Здесь кухня, наверное. Да, наверное, это кухня. Только это кухня в японском стиле. Потому что это японский домик. Японский домик. Здесь все двери открыты. Заходи, живи. Никого нету. Здесь прохода нету. Сейчас зайду в комнату, посмотрю. О, смотрите. Почему нет мебели в этом японском домике? Где подевалась мебель? Неужели японцы живут без мебели? О, я смотрю здесь. А, вот вся мебель в этой маленькой комнате. Смотрите, какой беспорядок творческий. Здесь и книжки, и столик журнальный, и кресло-качалка, и даже светильничек. Вот такой японский домик. Можно сюда зайти и посмотреть, как же живут японцы. Я этой игре присудил третье место по красоте. Все-таки здесь атмосфера такая спокойная, тихая, умиротворенная. Вон на кухне даже дым идет с кухни, с печки. И эта игра у меня на третьем месте находится. А сейчас я перебираюсь в следующую игру. Следующая игра, что я вижу там? Кораблик на речке я вижу. И эта игра называется Роттердам. И в описании написано, еще в 1950-х годах гавани в Нидерландах процветали. То есть я сейчас буду в Роттердаме, а точнее в речном порту. Смотрите, какая красота! В этой игре я поставил второе место. Посмотрите, сколько деталей. Каждый корабль, тоненькие вот эти провода натянуты. Это сколько много времени разработчик потратил, чтобы эту игру сделать. А точнее это даже не игра сейчас. Это витрина. То есть это начало. Дальше он что-то будет делать. И будут какие-то здесь вот события происходить. Что-то надо будет здесь делать в этой игре. Пока это просто так называемая игра-витрина. То есть игра для красоты. К сожалению, в море я не смог прыгнуть. Там прозрачная стенка. А здесь стоит какой-то экскаватор. Дальше здесь даже игроки. Точнее не игроки, а боты. Стоят возле машин. Не шевелятся. Контакта с ними нет. То есть ничего игрового здесь не происходит. На машине нельзя покататься. Просто можно прийти и полюбоваться. Зато из этого речного пароходика идет черный дым. Да, дым столбом. И я сейчас быстренько пробегусь дальше. С левой стороны я вижу пшеницу привезли. Здесь лопаты загружают или выгружают эту пшеницу. В этом речном порту. Впереди куча черного дыма. Куча корабликов. И посмотрите, какая тонкая-тонкая графика. Кстати, у кого не такой мощный компьютер, можно настроить графику как бы минимальную. И тоже побегать по этой карте. Потому что даже у меня вот компьютер со средним качеством. И у меня тоже здесь есть небольшие зависания. Вот такая детализированная игра. А я сейчас прибежал к другой игре. И вот игра, которой я поставил первое место. В моем рейтинге она занимает первое место. Эта игра называется «Затерянная улица». И сейчас я зайду на эту затерянную улицу и покажу, какая же красивая эта затерянная улица. И вот я здесь. Посмотрите, я ощутился в настоящей сказке. Посмотрите, какие деревья необычные. Какая листва на них необычная. Трава необычная. И сейчас я зайду в этот сказочный домик. Я пробую зайти, но у меня не получается. Я вижу только какие-то игровые автоматы. Но зайти внутрь не получается у меня. Сейчас я попробую оббежать этот сказочный домик. Но впереди прозрачная стена меня не пускает. А здесь мусорка и какой-то нубик выбрасывает мусор. Ладно, бегу дальше смотреть этот домик. Здесь такой виноград красивый. Что я вижу? Я могу лазить по этому винограду. Смотрите, это как будто лестница на второй этаж. Я залажу на второй этаж. И в окно я не могу зайти. Оно не пускает меня, это окно. Но я вижу кондиционеры, кондиционеры. И сейчас я по этому виноградику попробую забраться на третий этаж. Итак, прыгаю. А нет, не получается на третий этаж. Не получается. Я только на втором этаже. Могу подойти вот к этому светящемуся окну открытому. Но, к сожалению, через это окно я не могу посмотреть внутрь. Ничего не видно. И сейчас я посмотрю, что же здесь дальше. А дальше здесь, смотрите, какой-то большущий обрыв. И внизу маленький домик, похож на этот большой. Но я туда, честно говорю вам, не смог пробраться. Там такая обрывистая скала. И нельзя по ней взобраться. Я даже не знаю, сейчас заберусь ли я здесь вот дальше. Потому что там, в этом месте, есть еще сказочный такой сад. О, вроде бы я смог забраться. И сейчас я побегу и покажу этот сад. Сейчас вот здесь вот можно опять-таки забраться по этому виноградику. Спрыгнуть и побежать дальше. Повернуть и спуститься по вот этим лесенкам. Я бегу вниз. И здесь вход в этот сад. Вот этот вход. Я сейчас подбегаю к этому входу. И, увы, большой облом. Потому что здесь прозрачная стена. И нельзя зайти в этот сад. Вот здесь надо немножко повернуть, пробежаться вокруг. И вот, смотрите, я забежал. И вот этот сад. Можно чуть-чуть на него полюбоваться. Здесь я вижу только сверчков, которые летают. Вот такие светящиеся желтенькие точечки. Это сверчки. И больше ничего нет. То есть разработчик, наверное, будет еще дальше строить этот сад. Дальше развивать эту карту. А потом будет какой-то здесь, наверное, игровой процесс. Вот такие четыре номинанта на самые красивые игры. В этом году будут в Блоксис, восьмом Блоксис. И мы его обязательно дождемся. И получим бесплатные красивые вещи. Как и эти четыре красивых карты в Роблокс. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Люцейка. С вами был Богдан. Всем пока-пока.